у нас снова никому не здрасте всем привет сейчас я включу вы поймете так у нас утро опять продолжается в общем он сегодня зубы не успел почистить я додумал что нужно почистил все прихожу он так и сидит в уголочке около умывальника девчонки уже поели я его сейчас одела сама потому что он не хочет одеваться в общем сейчас моего на руках опять машину потащу ну кстати девочки сказать что в школе он перестает себя так вести ведет себя нормально как ни в чем не бывало как будто и не было вот этого всего видимо действительно это концерт для мамы перед папой он тоже особо не это не выступает только перед мамой у нас вот такая погода вставать всем очень тяжело так у нас пасмурно вот и вчера я еще хочу сказать девочки у кого приемные дети меня сейчас поймут а те у кого только кровные могут но просто конкретно не понять хотя это случается и с обычными как бы с и скромными детьми такой может случиться идет даже уши закрывает он не хочет они вчера играли я ездил в зубную а тут с ними был миша в общем я приезжаю у васи на шее синяк нагрузится чего такое это егор мне скакалку намотал на шею и дернул представляете это у меня ладно отходняк с уколом было и плюс у меня такая истерика была ей в общем я вышла в другую комнату чтобы только его не налупить чтобы выдохнуть и передохнуть это в общем не есть конечно хорошо я не думаю что он это сделал для того чтобы сделать васи больно это была игра но смотрите какая опасная игра и причем все были тут никто не успел ничего сделать с ним вот один раз я у него скакалку то брала потому что он себе и и нашли наматывал ребенку 8 лет ему все объясняется наравне с другими единственное что спички я ему объясняла по-другому очень жесткая мы их объяснял я ему разрешила зажечь спичку в руках ну под моим конечно контролем и он держал ее до тех пор пока пальцы не обжег и сейчас он со спичками очень аккуратно вот еще год и я его уже научу ими пользоваться чтобы он умел ими пользоваться аккуратно но тот эксперимент может кто-то скажет какая ты мама жестокая ничего подобного он их сильно не обжег он только понял что огонь это может быть больно вот ну так и курсю давай спускаться вниз я мог сейчас сам пешком пойдет если нет по поводу просить включила заранее в этой комнате чтобы не слышали звук телефона очень и горку у меня тут сейчас опять однообразные видео про его да в общем опять у меня тут кричал не хочу писать ничего не буду делать кричал кричал что-то тишина проверяю причем сказали что он спит раскидано его рук дело понятно колбасит не по-детски в общем он все расширял по комнате разбросал поспит может минут 20 отдохнет надо ты там несколько примеров описать сегодня носил школу свои медали хвастаться но решила не поиграть на уроке его за этот ругали и вот он сегодня пришел из школы весь какой-то вот взбудораженный слова ему не скажи и с кем не дружу ничего не хочу делаем уроки делаем примеры а я не буду делать а меня не заставить и да мне то что не ешь ему задают а я и заставлять не буду пусть идет с невыученными уроками я только учительницу предупрежу что у нас не выучены уроки чтобы для нее это не было сюрпризом учительница подключиться в игру будет наверное мы в таких случаях ругаем не детей родителей вот и если у него действительно ко мне есть какие-то чувства то ему станет стыдно за то что маму ругают незаслуженно и это может быть его побудит как-то заняться уроками вот но я думаю что даже до этого не дойдет сейчас он поспит и дальше будет делать ну я думаю что устает все-таки детский садик и школа очень большая разница должен быть переход плавный между вот этими двумя ступеньками то что был садик детей хвалили леле или это что школа все жестко одежда скромная ненарядная это тоже очень влияет даже на мальчиков постоянно хоть и меняем брюки но они все темного цвета никаких шортиков никаких там интересных каких-то картинок очень бедные детки так все все перепотрошил опять на диване смотрел видимо на свой рисуночек он это студия не делали шум спит и горку наш шум спит